Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов. С вами Народный Батюшка. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Мы продолжаем с вами изучать, как мы должны вернуться к Отцу Небесному, как прийти в Царствие Небесное, которое внутри нас с вами есть. И, как ни странно, это самая главная обязанность христианина. Именно ради нее и приходил Христос на землю. Ради того, чтобы набрать себе детей Божьих, которые, послушавшись Его законов и Его, как говорится, научений, двинуться по пути Христовому и вернуться в Царствие Небесное, к Отцу Небесному. Мы с вами дошли уже до того, что мы изучили, где же оно теперь, это Царствие Небесное, и поняли, что оно обменялось, можно так сказать, ипостасями. И часть материального мира, ипостась материального мира в Иисусе Христе в теле перешла в Царствие Небесное, что, в принципе, никогда не подразумевалось, что там может кто-то быть в теле. Господь наш, Иисус Христос, вознесся в теле и ждет нас всех в Царствие Небесное. Он говорит, я специально туда восхожу, чтобы вам уготовить место, где вы будете вместе со мной веки вечные находиться. Но обмен произошел и с землей, и сюда пришел Дух Святой. Он в апостолах осуществился, как ипостася, которая говорит, учит, ведет себя так, как Христос заповедовал, потому что именно апостолы стали образы подобия Христова. Но Дух Святой действует не просто через них, а действует через всю ойкумену, которая у нас с вами имеется, то есть место, где мы живем в христианской жизни и освящаемся чем? Освящаемся всем, что Господь нам уготовил, что было уготовлено Адаму, и что на самом деле является таким воплощением Духа Святаго и идеей Бога по отношению к нам. Это очень, конечно, сложно понять, и самое главное, не возгордиться, когда ты это поймешь, что все, что здесь не сделано на земле, это ради человека, чтобы человек научился быть ангелом, чтобы он здесь через те материальные сложности, которые у него возникают, через те трудности, через боли, которые у него возникают, научился служить Господу, любви научился служить, а не страху сатане служить. И это очень удивительная мудрость, которая, к большому сожалению, в Евангелии, и особенно в апокалипсисе, говорит о том, что много званных да мало избранных. То есть Господь уже подразумевает, когда нам приносит Евангелие, что не все его поймут, что не все созреют до этой степени возвращения к Отцу Небесному. И главное, что они не могут это получить просто. Хотя и сказано, «Бремя моё легко есть», но бремя Христова начинается тогда, когда вы вернулись, когда вы объявились как Дитя Божие, и когда вы решили, что вы будете действовать от имени Бога или вообще как Тело Божье, вот тогда это становится легко. Пока вы доходите до этой стадии, всё тяжело, всё значит в мучении, всё значит никак не ладится и вызывает очень большие напряжения, я бы так сказал. Те, кто покрестился искренне когда-то с верой, те помнят, что в начале, после крещения, вот это состояние лёгкости, вот это состояние, когда всё кажется возможно, уж город, о котором сказано, что имея смаковое зёрнышко веры будешь переставлять, точно кажется, что все переставишь, только не знаешь зачем. Зачем? Вот это состояние у многих было после крещения. Те, кто пережил вот такой подлёт, взлёт, взлёт такого своего состояния. Пожалуйста, отметьте, если лучше расскажите, что вы почувствовали, что вы захотели сделать, каким образом вы решили, что всё, теперь вы дитя Божие, и теперь вам море по колено. Но большое количество отойдёт от этого состояния, а то и не придёт в это состояние, потому что и крещение, так скрипя сердце, иногда как моду принимали, иногда как обязательства принимали. Ну вот, вот такое. И вот это-то для меня самое, можно так сказать, печальное, потому что я, конечно, и мы с вами на канале служим для того, чтобы именно тонущих, то есть тех, кто не может, как говорится, самостоятельно сообразить, куда ему идти и каким путём это действовать, и мы с вами пытаемся объяснить этот путь и вовлечь этих людей на этот путь. Потому что я с большей радостью вижу, как, приходя на канал, многие сетуют на свою жизнь и желают, чтобы мы каким-то образом им в этой жизни помогли и вы действительно соучаствуете в этой помощи, потому что и комментарии, я вижу, хорошие дают, и советы, а то и прямо конкретные помощи люди предлагают в этих комментариях для тех, кто в затруднении находится. Но мне-то это особенно дорого, так как я абсолютно чётко верю и осознаю, что это Господь посылает тех, кому нужно на этот канал и на этом канале они совершенствуются в той мере, в какой мы с вами можем это совершенство дать. То есть мы, естественно, не апостолы, естественно, я себя не считаю никаким старцем или ещё кем-то, я просто то, что слышу, то вам и говорю. То есть я, можно так сказать, язык Божий, голос Божий, который сегодня немножечко подсел. И именно через это я и служу и ему и вам служу, потому что вы этого достойны. Вы пришли сюда, вы время потратили, вы этого достойны. Поэтому, продолжая рассуждение, кто вернётся в Царствие Небесное, а мы с вами уяснили, что мы не просто так себе существо, не просто тело, которое ест, пьёт, блудит и всё остальное и делает. Не просто ум, который всё осознавая, ещё и корректирует эти действия этого тела, иногда с ним входя в конфликт. То есть умом-то я понимаю, что этого делать нельзя, но всё равно пошла и сделала, да, или пошёл и сделал. Но мы ещё и душа, мы ещё и душа, которая во всём этом участвует эмоцией, и она даёт оценку тому, что делает тело с умом, делают тело с умом. При этом, к большому сожалению, мы с вами это не осознавая, вовлекаем и её вот в эту жизнь тело и ума. Когда не понимаем, что то, что нужно душе, чаще всего совершенно не нужно телу. Душа должна противоположное от опыта тела делать заключение, потому что то, что здесь больно, для неё это радость обучения, то, что здесь сложно, для неё это радость преодоления, и то, что для неё тяжело, это лёгкость, которая ждёт за преодоление этой тяжести в Царстве Небесном. Вот это очень удивительно, очень удивительно. И святые отцы, когда мы с ними с вами встречаемся в объяснениях, некоторые и в жизни видят таких святых отцов, когда ездят на Афон, приходят в храм, ещё куда-то, они почему такими стали, как мы их видим, почему у них от той жизни, которые они живут, казалось бы, должны быть одни вздохи, ахи, охи и стоны, то есть те, кто рассказывает, как живут старцы на Афоне и некоторые там пустых пещерках, в холоде и так далее, я не был, к сожалению. Ну, время у меня не получилось туда попасть, когда слушал, некогда было, а после, ну, в общем, я не знаю, но я знаю, как жил мой духовник, мой старец, отец на ум, маленькая кельечка, ещё что-то. Вот, казалось бы, в мирском понимании это, ну, конец жизни, вот, ну, совсем плохая жизнь, у тебя одна одежда, у тебя один маленький угол, у тебя какое-то общее питание, все-то стремятся к большой квартире, к миллионам всяких одежд, к красивым каретам, на которым они передвигаются, то есть, есть материальный образ, который нам, тем более, всё время предоставляют через моду, через каких-то артистов, через каких-то успешных людей, и тогда что? А я видел самых радостных людей, как раз вот таких старцев, включая батюшку Наума, но и тех, кто к ним приходит. Я не видел никогда той радости, которую получали отходящие от батюшки Наума люди, которые поисповедались, получили какое-то наставление, получили какой-то подарок, иногда книжечки он дарил там или иконки, от тех людей, которые вышли с концерта, например. Да, вышли, да, вот, да. Я сам когда-то все театры в Москве прошел бы с матушкой, все посмотрели, очень много всяких выставок и музеев посетили, всяких юморин и так далее, был лично знаком с некоторыми юмористами, но это все не то. Оказалось, в конечном итоге, входя в церковь, получаешь какую-то другую радость, где вот то, как ты живешь, чем ты питаешься, как ты, значит, удовлетворяешься финансово, значит, достаточно мало, то есть, достаточно мало. И поэтому иногда появляются такие казусы. Я тут в больничку пошел проверить, там камешек у меня есть в желчном пузыре, и мне за 25 лет его обнаружения уже раз пять предлагали удалить желчный желчный, потому что там растет камень. Вот, я каждый раз не соглашался и пытался его растворить, потому что меня научила одна специалист, как они растворяются, и это так и есть. То есть, вот, в ноябре прошлого года опять мне предложили, давайте удалим, а я не удалил и сделал то, что нужно было, чтобы он не так, как говорится, болел, и опять спас свой желчный пузырь. Почему? Врачам нужно было одно, а я сделал другое. И у меня радость от того, что я сделал, обратно от того, что, как говорится, предлагали врачи. Потому что в этом случае я как раз вижу, что не врач, а Бог помогает. Когда врач, можно так сказать, не знает, что делать, и у него очень простой способ выкинуть, Бог говорит, нет, все заложено в тебе правильно, и это ты неправильно живя, создаешь в себе какие-то проблемы. Ну, вот эта проблема дает возможность мне сосредоточиться на том, что же я делаю не так. потому что любое заболевание это что-то ты делаешь не так. Маленький казус произошел. Там в больнице перед тем, как сделать УЗИ, я целую неделю ждал этого УЗИ, написали, что надо за последние два-три дня не кушать фрукты, овощи, не потреблять молочного. я прочитал Иванович и говорю, это что? Это значит голодным три дня ходить, потому что мы-то мясо не едим, рыба у нас тут практически никогда хорошая не бывает, поэтому ее тоже практически не едим. Это праздник какой-то хорошая рыба для нас. А как же тогда быть вот с этой медициной, которая говорит, нет, мы должны понять, здоровый ты или нет, если ты бросил кушать эти блюда? Я не об этом. Давайте я скажу, о чем же мы с вами должны сегодня понять. О том, что кроме ума, души, сердца, который наблюдает за умом, телом и душой и время от времени корректирует, совестью корректирует то поведение, которое есть время от времени у человека крещеного, совесть говорит, нет, стой, стой, ты не то делаешь, подожди, это будет тебе во вред тому, кто. Это сердце в вас, сердце, оно наделено духом Бога и сердце сверх ума, сознания, разума дает иногда указания несоответствующую уму, иногда эти указания даже парадоксальны для ума, но вообще христианство, как мы с вами знаем, это парадоксальная религия для мира, это только кажется, что она похожа на какие-то другие религии, нет, христианство абсолютно другое, оно абсолютно по-другому относится к тому миру, который его окружает христианин-человек. И что же, как говорится, является главным образующим, как бывают предприятия градообразующие, а у нас главным образующим в нашей сущности, в нашей личности, что у нас делает, в конце концов, полноценным человеком в Боге, вот это то, о чём я сегодня говорю, и это дух, это дух, это дух. И быстренько повторяю, у вас может быть хорошее тело, которое чувствует, как жить, вы его содержите в законах этого тела, вы правильно его питаете, правильно вы его содержите и правильно используете, и тело может руководить вами, а можете вы им руководить для вашей пользы. У вас есть в теле ум, который помогает оценить телу, делать что-то или не делать, но ум, склоняясь к разным страстям и грехам, может ошибаться и вести тело не туда, куда нужно. Здесь включается совесть, которая говорит, что не то ты делаешь, потому что есть еще третья составляющая, это душа и то, что ты сейчас сделаешь телом, уму, говорит совесть, ты губишь душу, губишь душу, и тогда что, на что должен пойти ум, или на что вы должны пойти вот такие трехчастные, значит, полноценные, то есть тело, ум и душа, вы должны пойти на жизнь в духе, потому что сказано, что в духе молитесь, в духе молитесь, и вы скажете, а что такое дух, что-то я не понимаю, как в духе молиться, а достаточно просто, то есть у нас вот тело дает чувство, ум дает мысли и выводы, душа дает эмоцию, которая на все это быстро реагирует, а специалисты говорят, что эмоции иногда быстрее, чем разум приходит, ум еще ничего не понял, а эмоции уже говорит, не, это не то, так не надо поступать, и не понимая даже такого, это ум делает наоборот, после говорит, точно, ведь вот правильно надо было вот так, но те, кто живет задним умом, те не слушают эмоции, поступают, как ум велит, а после говорят, надо было по-другому поступить, так вот, все это произойдет так, как надо, если вы в правильном духе, что значит в правильном духе, а их только два духа, то есть либо злость состраданиями, со страхом и все остальное, либо любовь с радостью, с терпением, со всеми вытекающими, как говорится, последствиями, и это выглядит как, что вы все время, находясь в духе, ощущаете себя, ну, я бы так сказал, в царстве небесном, то есть с вами все, что не произошло, это хорошо, это очень интересная вещь, потому что мы с вами людей, как суперрелигиозных, так и неверующих, можем воспринимать по их словам, по их каких-то делам, и иногда это и дела, и слова очень праведные, тем более, что очень много научились говорить правильные слова, у нас сейчас технологии, те, которые дают слово сильно размножить и это, но самое-то главное, когда вы кого-то слушаете, нужно понять, а в каком он духе, в каком духе, и дух вот этого человека чаще всего изобличает, потому что радостный и светлый такой дух, он сразу виден в человеке, и вот как-то льнут к нему люди, несмотря на то, как его значит могут гнать, ругать, значит всячески на него клеветать, всячески обвинять в чем-то и всего такого, все равно человек чувствуется как светлый, добрый человек, и я таких знаю, они есть, они причем есть и в миров, в политике, в артистах, например, ну, я могу сказать, я лично был знаком с тем же Евгением Леоновым, вот когда мы с ним встретились и познакомились, это было сразу понятно, что человек в духе, каком? Святом духе, в добром духе, он просто дух, он делится не своими ролями, он делится не своими словами, которые в них говорят, а духом делится, в то же время я очень много познакомился с разными, просто работал в культурном объединении, мы могли приглашать всех самых таких, очень много узнал, и у Пуговкин, тот же самый дух, например, и еще кого-то можно назвать, а другой, вот не менее популярный артист, не менее, как говорится, знаменитый и говорящий правильные вещи вызывают у кого-то желание к нему приникнуть, и эти же вещи говорить, и эти же там, скажем, песни петь, но он не в том духе, дух недобрый, и этот дух вовлекает в себя огромное количество людей, и эти люди, живя в этом духе, к большому сожалению, делают очень много того, что Богу бы не хотелось от них видеть, и поэтому, когда вы, осознавая в том, что вы все-таки дитя Божие, и вы собираете свернуться в Царствие Небесное, то вы должны первые задать себе вопрос, а в каком я духе это делаю? В каком духе? Если ваш дух наполнен ревностью, завистью, желанием всех научить, желанием всех победить, осуждением кого-то там и так далее, то это не тот дух, в котором живет Царствие Небесное, поскольку Бог, приглашая нас в Царствие Небесное, приглашает в дух, в духе там быть, то есть оно там и находится в этом, а где нет этого духа, ну тогда надо сказать честно, что там нет Царствия Небесного в этом человеке, как бы он не выглядел, какие бы он одежды не носил, какие бы он, как говорится, должности не занимал, какие бы звания церковные не имел, мы все чувствуем, что он не в духе, не в духе, правильные слова говорит, а дух нам его не нравится, и мы начинаем сопротивляться, синичка села на окно и слушает, вот чего она захотела, почему ей надо смотреть, как я с вами здесь разговариваю, вот так, мои хорошие, какой у вас дух, это третий вопрос, который мы должны с вами задать после двух вопросов, которые нам рекомендует батюшка Серафим, где я, то есть, точнее, кто я, где я и в каком я духе, ну, у нас иногда говорят, не с той ноги встал, не в том духе проснулся, может быть, это может быть каждый день разный дух, но, как ни странно, все-таки закрепляется надолго, и человек в конечном итоге, когда созревает в возрасте, уже находится в определенном духе, который трудно ему сменить, его бьют, его гонят, его еще что-то, а он не понимает, что его бьют, гонят и еще что-то с ним делают, потому что он не в том духе, при этом в хорошем духе больше бьют, если вы хотите, чтобы вас били, гнали, обижали и все остальное делали, то вспомните апостолов, и поэтому не факт, что вы, придя в дух любви, насыщенный любовью, будете жить спокойно, вообще не факт, вы будете жить так же беспокойно, как жили без этого духа, и без этого понимания, но вы сможете все это себе на благо использовать, не страдать ради того, чтобы в депрессию попасть, а страдать ради того, чтобы в детях Божьих оказаться, вот такая маленькая хитрость, здоровья вам всем, радости, приходите на канал, будем дальше рассуждать, как нам вернуться к Отцу Небесному, аминь, аминь, до сих пор, которые все это то, Продолжение следует...